Так, о том, что происходило с 23 на 24 июня, совершено было нападение на церкви и синагоги в Дагестане, в Дербенте и Махачкале, а также на полицейских и бойцов Росгвардии при нападениях, по данным Следственного комитета России, погибли 20 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов, священник, охранник церкви. В Дербенте церкви и синагога сгорели, как сообщают российские паблики. Михаил, как думаете, что это было? И то, что там нашли уже россияне, украинский след, нашли в кавычках, естественно, это понятно. Да нам-то тут свое делать, в том смысле, вот когда я думал, как к этому относиться, пришли какие-то 6 человек и убили 15 полицейских, российских, из гвардейцев и так далее. Это хорошая новость, ну, конечно, хорошая новость для нас, потому что все эти полицейские, это все российские силовики, это наши враги, которые потом появятся у нас на фронте, то есть нам помогли, нам прямо помогли. Теперь, а кто такие боевики в российском случае? Ну, тоже, в общем-то, люди, которые, в большей вероятности, оказались бы на этом фронте. То есть полицейские тоже нам помогли, российские, которые уничтожили вот этих шестерых там каких-то боевиков, да? Получается, мы в прибыли в любом случае. То есть я в такой ситуации, то, что я вчера наблюдал, я, главное, мое переживание было, чтобы оно не закончилось, не дай бог, быстро. Чем больше, тем лучше, чем дальше, тем лучше. Конечно, пусть стреляют. Тут мы должны, по-моему, с прагматичной нашей колокольни абсолютно на это все смотреть. А дальше то, что у нас какие-то церкви и так далее, ну, церковь, хорошо. Кому прислуживал этот человек? Патриарху Гундяеву, правильно? Тоже не в дружественной нам структуре служил. Ну, что-то там с ним сделали, это их российские разборки. В синагоге никто не пострадал, ни одного еврея там нет. Они уже догадались, что пора валить, когда самолет пытались захватить. Поэтому синагога простаивала без дела совершенно. Вон, пришлось Равину из Москвы присылать, чтобы он там плакал по поводу сожженной синагоги. Окей, то есть, его большое, тогда сразу же идем дальше. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун предупредил, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, которая встанет на защиту боевой группировки Хезбалла, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американского военного. Добавил, что Тегеран поддерживает боевиков Хамас в Газе, но окажет большую поддержку Хезбалле, особенно если почувствует, что Хезбалла находится под серьезной угрозой. Браун также сказал, что США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны с Хезбаллой, так же, как они помогли Израилю отбить иранский шквал ракет и беспилотников в апреле. Михаил, попрошу вашего комментария, какая ситуация в Израиле сейчас и вот эта предстоящая операция в Ливане? Ну, насчет предстоящей, это сложно сказать, что она прямо точно предстоит, это все очень спорно, потому что, конечно, это начинает еще одну войну, может быть, что ее начнет Израиль, может быть. Ну, как начнет, начала ее Хезбалла уже, но, может быть, Израиль у нее ввяжется, а может, не ввяжется. Честно говоря, потому что Израилю тяжело, ему нужно, слушайте, там ситуация очень плохая. Вот север Израиля граничит с Ливаном, с Хезбалла оттуда ведет ежедневные обстрелы, причем интенсивность вырастает и вырастает этих обстрелов. Север Израиль уже давно эвакуирован, уже 7 октября, ну, постепенно эвакуировали все города, которые на севере. Просто никого не осталось, гражданских людей, ну, почти никого. Эти люди в эвакуации живут уже почти год, потому что это все под обстрелами постоянными. Это не Иран, который посылает ракету, которая должна полторы тысячи километров пролететь. Там стреляют из Ливана противотанковыми ракетами, простыми, обычными птурсами, да, и все, как бы, и куда ты от них спрячешься. И какой тебе НАТО чем поможет, и чем тебе авианосцы помогут. Поэтому очень неприятная история. К сожалению, Израиль эту проблему Ливана пытается решить уже 45 лет. Ну, так, хорошо, 40 с лишним лет. В 1982 году Израиль впервые зашел на территорию Ливана, чтобы провести операцию «Мир Галилеи». «Галилея» — это север Израиля, называется район Галилея. «Мир Галилея», чтобы как бы отодвинуть войска тогда еще, организация освобождения Палестины, товарищ Небо и Хизбаллы, чтобы их отодвинуть на расстояние выстрелов, на пушечном смысле, чтобы обеспечить мир. В результате израильские войска там застряли на 18 лет, с 1982 по 2000. Потеряли 1400 человек, по-моему, за это время. И пришлось уйти просто, просто уйти. Ничего сделать-то с этим не удалось. И сейчас ситуация не лучше. И просто взять, решить и очистить и сектор газа от Хамаса, и еще заодно Ливан от Хизбаллы. Но это у какой страны столько ресурсов может быть? У Израиля ресурс, мягко говоря, не бесконечен. Военный ресурс. Американцы что-то поставляют, но тоже что-то, как-то, как с нами, да, в какой-то ситуации. Временно. Полгода не поставляли, как и нам, пока не проголосовали. Это же было все в одном пакете. Просто заменить израильтян они тоже не готовы встать там, как солдаты. Не готовы. А экономика у Израиля, вот, она же очень в тяжелом состоянии, из-за того, что все на войне, вся молодежь на войне. Поэтому сказать, что, а, сейчас тут все пойдут в Ливан, начнут воевать. Там десятки тысяч ракет. У Хизбаллы десятки тысяч ракет разного типа, которым поставил Ливан. О, Иран, извините. Иран. Поэтому ужасная ситуация, ужасно сложная. Да в Израиле никто прям не видит очевидного решения. То есть это не то, что там сидит общество и говорит, так, быстро давайте атаковать. Нет. Никто не видит очевидного решения этой проблемы. Год назад Пригожин закончил, скоропостижно закончил свой поход, начатый сутками ранее. Что можно сказать вот сейчас, кроме конспирологических версий, что он где-то жив, здоров и далее. Какие выводы можно сделать, кроме того, что Путин не прощает и публично наказывает за такие истории? А я вот заметил, ну я же проглядываю, что о чем рассказывают каналы российской оппозиции. Их много, этих каналов. И какие-то каналы прям большие, такие как Дождь. И каналы такие, где отдельный спикер там что-то рассказывает, например, там, не знаю, Макс Кац. И на всех каналах российской оппозиции годовщина Пригожинского Путча – это тема дня. На всех. А на украинских нет. Понимаете, да, почему? Логично, да? Для них это историческое событие в истории Российской Федерации. А для нас сам этот Путч, да, в тот день, конечно, было прикольно. Вопросов нет. Все сопереживали, очень хотели, чтобы у него получил, чтобы он повесил Путина. Все мы об этом мечтали, да. Но в истории для нас это не остается. В их истории остается, а в нашей нет. Вот я что подумал. Вот это для меня первый вывод, что для нас-то эта важность потеряла в момент окончания. Мертвый Пригожин нам больше не интересен. А им интересен, потому что для них это некие выводы об их стране, о том, как она устроена, что они собираются делать, не собираются делать. И поэтому для них это годовщина, а для нас – не годовщина. Что это показало? То, что можно. Мне кажется, главное, что он показал Пригожин своим восстанием, то, что это возможно. Что если не он, то кто-то другой. И могут ли взять Москву какие-то российские воинские части? Могут. Вот просто технически могут. Он высветил главное, что эти разбегутся, эти я сейчас в кавычках беру, разбегутся при этом Шухере, разбегутся и разбежались тогда от него. И никто не оказывал им общего сопротивления. Если бы не Лукашенко, так и взял бы, глядишь, Москву. Это дает какой-то шанс. Я все равно считаю этот шанс не самым большим, но он хотя бы и есть. Что если в России найдутся силы, которые решат восстать в армии, то взять Москву не будет для них большей проблемой. Спасибо большое. Идем дальше. Михаил, я помню, вы не любите обсуждать кадровые перестановки, уж тем более в военном ведомстве. Но я в качестве новости просто информацию зачитаю, которая появилась. Во время нашего эфира президент Зеленский решил отправить в отставку командующего Объединенными силами вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Соделя. Сказал в вечернем обращении Владимир Зеленский. И пока более подробных деталей нет, обсуждать мы не будем. Если хотите, можете что-то сказать. Если нет, пойдем дальше. Там есть какая-то интрига, тоже мне неизвестная, в чем она состоит. Честно, я не знаю, как устроена армия. Я кроме дальше главнокомандующего и начальника генштаба, я уже некомпетентен. Кто там есть, какие у них войска, что это за должность, она мне ни о чем не говорит. Командующий Объединенных сил ВСУ. А что есть какие-то необъединенные силы, а у нас же какие силы? У нас все силы необъединенные, да? Ну, мне так кажется, с точки зрения гражданского человека. Но там же есть какая-то интрига, связанная с 3-й штурмовой бригадой, если вы заметили, правильно? Точнее, с Азовом, с Азовом, формально говоря. Что ранее на этого самого Содера написал заявление в бюрорасследовании начальник штаба Азов Богдан Кратевич. А теперь вспомним, что Азов еще делал в последние 2 недели. Например, Азов рассказывал, как это рассказывала 3-я штурмовая, что у нас там все катастрофа, ужас-ужас. Что россияне там собрали какой-то ударный кулак на луганском направлении. Что там еще что-то такое. В общем, короче, такие были алармистские, что ли, настроения. И я спросил у знакомых, которые больше меня понимают в военном деле. Говорю, а почему такой алармизм именно со стороны 3-й штурмовой? Наверное, что-то с армией не поделили, и сейчас там что-то добиваются, сказали мне. Вот смотрите, ну вот, понятно, что не поделили, имеется в виду, как надо воевать. У них же нет других интересов, как воевать. И вот, похоже, что они, их правда перемогла, скажем так, вот в этом внутреннем, внутриармейском, внутривоенном, что ли, конфликте. Да, там не только 3-я штурмовая, они же Азов, но и там Марьяна Безуглая, народный депутат замглавого комитета нацбезопасности и обороны, тоже там оставляла большой пост про него. Ну, я думаю, подробности будут чуть позже. Но, с другой стороны, подробности, может, и не нужны сейчас, война все-таки, решение верховного главнокомандующего, чего он имеет абсолютное право на такие кадровые перестановки. О Южной Корее еще хочу вас спросить, успеть. Южная Корея не будет ничем связана касаемо помощи Украине, если Россия предоставит Северной Корее высокоточное оружие. Об этом заявил начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан О-Джин. Вот такой результат, что ли, поездки Путина в Северную Корею. Как думаете, насколько помощь Южной Корее может быть масштабной, и насколько Путин каждым своим следующим шагом, по сути, помогает Украине? О, это два вопроса разного масштаба. Вопрос первый, да, может быть масштабный, но южнокорейцы сразу сказали, что они будут обуславливать поставки тем, что именно Россия будет, как именно Россия будет помогать Северной Корее воевать. Это раз. Второе, что они не будут ничего раскрывать на эту тему. То есть они сразу задали такой формат, что мы будем поставлять оружие Украине, но не будем рассказывать об этом. То есть это не как Америка, Германия и так далее, которая отчитывается сколько и чего. Но Южная Корея считает себя страной в состоянии войны, Северной Кореи, поэтому у нее другие законы в этом смысле. В Америке надо отчитаться кому? Налогоплательщикам, сенаторам, конгрессменам, чтобы мы поставили 12 хаймарсов и 80 страдов к ним. В Южной Корее не так. Страна в условиях военного времени никому ни о чем не отчитывается. Поэтому мы просто приятно, в качестве приятной новости увидим это все на фронте, ничего публично дальше не узнавая. Теперь по поводу того, что делает Путин. А вот это важно. Это прям такая... За эту неделю на новый уровень вышел Путин в этом, мне кажется, своем деянии. Путин попутал берега прям. Потерял, точнее, вот это называется. Нет, попутал Рамсе, а потерял он берега. Тут Рамсы ни при чем были. Он потерял берега. Мне кажется, он допустил много больших ошибок за последние пару недель. Началось вот это его заявление о том, что отступайте из Херсона, отступайте из Запорожья, и тогда я прекращу войну. А дальше вот эти заявления в Северной Корее. А дальше, когда он про сотрудничество с Северной Кореей и про то, что надо снять санкции из Северной Кореи. То есть он же приехал в подсанкционную страну и заключил с ней договор, который прямо нарушает санкции ООН. За который Россия голосовала. И дальше он еще раз повысил градус, приехав во Вьетнам и сказав, что Россия готова стать страной самоубийцей. И взорвать сама себя ядерным оружием, чтобы лишь бы унести с собой как можно больше цивилизованных людей. Каждое такое заявление, каждый следующий шаг. Посмотрите, как симптомы, это вот заявление Южной Кореи, как симптом это заявление Столтенберга в прошлый понедельник, ровно неделю назад, что мы переводим в состояние повышенной боевой готовности войска НАТО, ядерные силы НАТО. Это впервые за 2 года и 4 месяца войны, 2 года и 4 сегодня, 2 года и 4 месяца войны, впервые НАТО угрожает России ядерным оружием, а не наоборот. Впервые. Это сколько нужно было всего сделать. И, конечно, Путин перешел, как бы, не то, что у него были границы, там, передины и так далее, но он потерял свой реноме человека, с которым вообще можно разговаривать. Вот хоть о чем-то, не важно, не то, что можно договориться, не то, что возможно договориться или невозможно договориться. Нет больше, не то, чтобы предметы для разговора, нет партнера для разговора после этих заявлений. И это он, мне кажется, не понимает. Ну, именно действительно, когда человек уже улетел в космос в моральном смысле, то он не понимает, что он делает. Он думает, что ему все можно. Он теряет нам это абсолютно на руку. А вот то, что, появляясь на публике, раз за разом Путин говорит про ядерное оружие. Раньше он так часто не упоминал его. Раньше все больше Медведев в телеграм-канале грозился всему миру, от Брюсселя до Вашингтона. Она от Киева до Вашингтона. То сейчас Путин, вот каждый раз выходя под телекамеры, упоминает ядерное оружие, вот прям как обязательный элемент. Да, действительно, я еще в прошлые выходные, не вот этот стрим, который был сейчас, а который был неделю назад, я назвал Путин обмедведился. И имелось в виду у меня как раз то, что он заменил собой, решил заменить саму Медведева. Не только стать Медведевым, а еще и Лавровым в буквальном смысле. Он вышел в МИД, пришел в МИД Российской Федерации. Своё заявление про Запорожье и Херсон он же делал с трибуны МИДа. То есть не из кабинета своего Путина, президента России, а сев в кресло Лаврового. Он сел, такой говорит, за Лаврова отработают. И за Медведева тоже отработал после этого ядерными угрозами. То есть да, он посчитал, что всем этим людям уж тоже поручалось. Понятно, что Лаврову поручали его риторику, Медведеву поручали его риторику. И те люди, которые эти сценарии сочиняли, сказали, да, сценарий у нас был правильный, но неубедительный для Запада, понимаешь, Лавров и Медведев. Давайте вы, Владимир Владимирович, сами можете вот это все взять и сами выйти и все это рассказать. Вот, и выпустили его на замену, потому что по их мнению, ну я думаю, что по мнению действительно администрации президента не справляются эти люди, их, ну перестала работать их угроза. Да, вот давайте сейчас, когда Путин скажет, она на Западе поверила. На Западе давно поверили. На Западе давно еще Медведеву услышали и Лаврову услышали. И поверили в ядерную угрозу по-настоящему. Вот в чем секрет главный. Конечно, поверили. Только не испугались и убежали, а поверили и готовятся отражать эту ядерную угрозу при помощи средств ПВО и наносить ответный ядерный удар, о чем Столтенберг честно и просто по-западному сообщил. А как вы считаете, вот те красные линии, которые все время очерчивает Путин, могут ли они в какой-то момент собраться в кружочек у него на лбу? Вот у меня ровно такое чувство возникло. При том, что кажется, что вроде бы как нет. Ну, как же, как так можно, да? Но я думаю, что если завтра офицеры Пентагона придут в кабинет Байдену и скажут, товарищ Байден, мы посчитали, вероятность того, что Путин завтра применит ядерную бомбу равна 80%, он может отдать приказ о ликвидации. Мне так кажется. Но сначала, кстати, а еще товарищ Сим может отдать приказ о ликвидации товарища Ина, в случае, если тот тоже решит всерьез вот это вот помогать Российской Федерации, а не снарядами, а вот прям солдатами и так далее. Ну, тут, я думаю, что большинство со мной не согласятся, таких серьезных политологов, потому что, дескать, ну как же, ну не может же быть в серьезной политике, так не действуют. У меня нет аргументов доказательных, потому что, ну тут что доказывать, да? Тут кроме как, что мне сердце подсказывает, ничего и не скажешь. Понятно, что логика это нельзя обосновать. Но мы никогда не были в такой ситуации. Вот понимаете, да, почему я не могу апеллировать к логике? Я не могу приводить вам ни примеров Саддама Хусейна, ничего другого. Потому что мы впервые столкнулись с ситуацией, когда маньяк-убийца там и большой, действительно важный маньяк и преступник имеет ядерное оружие и угрожает его применить. И когда-то Бен Ладена же вот разбомбили, правильно, лично и точечно уничтожили. Вот мне кажется, что впервые оказавшись перед таким вызовом, западный мир вполне может сказать, ну давайте его грохнем. Да, мы никого не грохаем, а это впервые в истории грохнет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok